Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Сегодня в Израиле прекрасный день, и мы недалеко от Иерусалима. Кто из вас еще никогда здесь не был? Скажите. Что? Вы шутите? 90%? Поездка со мной – это просто чудо. Простите, я просто дурачусь. Бейтшиан – это один из городов Десятиградия. Невероятное место. Вы должны его посетить. Попросите вашего гида отвезти вас сюда. Хочу вас дать должное одному человеку. Иногда я заимствую какие-то мысли или названия своих проповедей у каких-то служителей. Как-то я слушал одного проповедника, и название его проповеди меня очень заинтриговало. Когда проповедник каким-то образом вдохновляет вас, вам нужно пропустить эту мысль через себя. И эту мысль я тоже пропустил через себя. Так у меня появилась проповедь, которую вы сегодня услышите. Иоанна, 11 глава, 14-15 стихи. Прочитаем вместе их. Это встреча Иисуса с Марией и Марфой после смерти Лазаря. Иисус сказал нечто странное. Возможно, вы никогда этого не замечали, но тут сказано, тогда Иисус сказал им прямо «Лазарь умер». И я радуюсь, видите, радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Итак, Иисус приходит в дом Лазаря со своими учениками. А сегодняшняя проповедь называется «Лазарь умер, и я рад». Мы попытаемся выяснить, что имел в виду Иисус. Это был его дорогой друг, которому он позволил умереть. И сегодня вас ждет очень интересный урок, а также его практическое применение. Фестиваль Маммы не только о пророчествах и еврейских корнях нашей веры, но и о практических вещах, которым мы учимся. Итак, поехали. «Иногда все, что вам нужно, это всего одно слово от Бога, которое оживит ваш дух и приведет вас в такую ситуацию, которая станет ответом на вашу молитву». В Библии по отношению к Слову Божьему используются два греческих слова. Это «логос» и «рэма». «Рэма» — это ожившее слово для конкретной ситуации и конкретного времени. Приведу пример такого ожившего слова. Чуть позже я свяжу все это вместе, и вы поймете, что я хочу сказать. Ожившее слово — это когда вы читаете Писание, и оно оживает для вас, проникая в ваш дух, а не в ваш разум. Ожившее слово — это когда проповедник проповедует о вере, а вы чувствуете что-то внутри и понимаете, что можете принять что-то от Бога. «О, да, говорите вы, это действительно возможно, я могу это иметь». В Библии сказано, что во время своих проповедей Иисус и Павел понимали, что у кого-то есть вера, дабы получить исцеление. Для Иисуса или Павла это было проявлением одного из даров духа — развлечения духов. И они распознавали, что в данный момент у человека есть вера, которая ожила благодаря тому, что он услышал. Итак, «Рэма» — это когда Слово оживает для вас. Хочу сказать еще кое-что, но буду очень осторожен. В Америке очень много церквей, которые отрицают силу Святого Духа. Павел предупреждал нас, что в последнее время будут люди, которые имеют вид благочестия, но отреклись от духовной силы. В этом стихе «сила» — это греческое слово «дунамис», которое используется в Деяниях 1 главе, 8 стихе, где говорится, что вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас. То есть Павел говорит, что люди отрекутся от силы и власти Святого Духа. Но именно Дух Божий оживляет для вас Писания и оживляет для вас проповедуемое слово. Но если вы приходите куда-то, где не разрешают свободно славить и поклоняться, или проповедник не позволяет помазанию Святого Духа действовать через него, то там вы никогда не получите «Рэму». Вы услышите хорошую библейскую историю, получите три важных пункта, но если вам нужно чудо, исцеление или что-то сверхъестественное, то для этого нужна помощь Святого Духа. Поэтому важно, чтобы вы нашли церковь, которая верит в живого Бога и Святого Духа. Бывают исполненные Духа баптисты, методисты, католики, харизматы, ну и так далее. То есть есть места, где Дух Святой движется, и вам нужно найти такое место. Ну а теперь вернемся к нашей истории. Иисус говорит двум сестрам, «Лазарь умер, а я рад этому ради вас». Это не бессмысленно. Представляете, такие похороны? Папа умер, но я рад. Так можно не уйти оттуда своими ногами. Считая это, можно неверно все истолковать. Минут через пять я расскажу вам, что здесь на самом деле происходит. Но в служении Иисуса, как в моем, случались моменты, когда люди неверно понимали то, что он говорил. Приведу, пожалуй, еще один пример. Однажды Иисус сказал, «Если вы разрушите этот храм, то я возведу его снова за три дня». Люди подумали, что он говорит о храме в Иерусалиме, который строили более сорока лет. А он имел в виду свое тело, которое Павел называет храмом Святого Духа. Еще один пример. Иисус говорит, «Если не будете есть мое тело и пить мою кровь, то не будете иметь счастья во мне». И все люди, услышав это, вышли из синагоги. А ученики были в шоке. Он спросил, «Вы тоже хотите уйти?» «Нет, потому что у тебя глагол «жизнь». Он не говорил о том, чтобы стать каннибалами. Мясо с кровью — это не кошерно». Иисус имел в виду, что нужно иметь общение с ним. И когда вы принимаете причастие с хлебом и соком виноградной лозы, вы делаете именно то, о чем говорил Иисус. Вы вспоминаете о его смерти. Но люди его не поняли. Таких примеров много. Однажды он встретил женщину у колодца в Самаре и сказал, «Если бы ты знала, какая вода есть у меня, ты бы просила ее у меня». Так он просто пытался привлечь ее внимание. Он еврей, она самаринка. Евреи не общались с самаринами и даже не любили их. А она отвечает, «А где твое ведро с водой?» Она не понимает, о какой воде он говорит. А еще Иисус говорил, что верблюду проще пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Не будем разбирать все его метафоры. Я лишь пытаюсь сказать, что очень просто читать Библию, не понимая, что она имеет в виду на самом деле. Религиозные люди хуже всех в этом вопросе. Я могу учить на какую-то тему, они слышат что-то, что им не нравится, и пишут мне гневное письмо. Но если бы они послушали далее, то услышали бы, что хотели услышать. А они отключились или закрыли свои уши до того, как я успел это сказать. Поэтому очень важно понимать манеру общения Иисуса или Библии. В этом вся суть. «Послушайте, 7% того, что вы говорите, передают ваши слова. 35% передается тоном вашего голоса. А 59% передается вашей мимикой. Хочу обратиться к нашей тургруппе. Вы должны это понимать, как никто. Когда я прихожу на завтрак, то в моих мыслях может быть сегодняшняя проповедь. Вы можете сказать мне так «Доброе утро, пастор!» А я только через минуту могу сообразить, что со мной кто-то поздоровался. Я не хочу быть невежливым. Я просто задумался. Но предположим, что к вам подошел человек и говорит с вами, глядя вам прямо в глаза. О чем это вам говорит? О том, что он внимателен. Если при разговоре с вами человек постоянно смотрит по сторонам, то о чем это говорит? Ему скучно. А если он откинулся назад и смотрится высока, это означает, что ему неинтересно. Иными словами, тон голосом и язык тела человека влияет на принятие того, что он говорит. Иногда Бог дает мне темы для проповеди, и я понимаю, что они очень резкие. Я не знаю, смогут ли люди их принять. А Господь говорит, «Всегда говори это в любви и в правильное время». Я замечал, что даже острые темы, сказанные с определенной интонацией, были хорошо приняты людьми. Но если вы будете просто тыкать в человека пальцем и отчитывать его, он никогда этого не примет. Медом вы привлечете больше людей, чем рассолом. А мне в жизни попадались люди, которые выглядели так, будто бы их крестили в лимонном соке. Они вообще не умели улыбаться. Ладно, давайте вернемся к нашей истории и поговорим о словах Иисуса. Хотя, хочу сказать еще что-то весьма забавное. Хочу продолжить тему общения. Не переживайте, скоро мы перейдем к теме. Я хочу сказать это, потому что это весьма забавно. Сейчас я что-то сделаю, а вы скажете, что это означает. Ну что, готовы, да? Скажите, первое, что приходит к вам в голову, я произнесу одно слово. Мир. Нет, это два хот-дога. Или это может означать два билета на игру? А еще? Это победа. А если повернуть руку другой стороной, то в Британии это неприличный знак, поэтому никогда так не делайте там. То есть все дело в общении. И чуть позже вы поймете, к чему все это. Вот вам еще трудности в общении. Женщина пришла к адвокату, желая получить развод. А он спросил, «Ваш муж вам изменяет?» Да, он очень изменился. Я имею в виду, может, у него роман? Нет, он не роман, а Степан. А может, он занимается рукоприкладством? Нет, у него руки не из того места растут. Так в чем же ваша тогда проблема? «У нас проблемы в общении», — сказала она. И вот что я хочу сказать вам. Когда вы читаете Писание, слушаете проповеди, иногда вы, читая, видите одно, а проповедник видит что-то другое. Но ваши уши должны быть открыты, чтобы Дух Святой мог донести до вас то, о чем идет речь. Я имею в виду, что Мария и Марфа неверно поняли Иисуса. Они отправили ему весточку о том, что Лазарь заболел. И они хотели, чтобы Иисус пришел и исцелил его. Они знали, что он хочет и может это сделать. Они хорошо знали его, но он не пошел туда сразу же, а пришел через четыре дня после смерти Лазаря. И они хотели понять, в чем же дело. Мы же сообщали тебе, и ты мог бы прийти сюда раньше, но ты так и не пришел. А затем Иисус говорит то, что вызвало удивление у всех. Лазарь умер, и я рад за вас, что меня здесь не было. Как можно сказать такое своим близким друзьям? Ты же останавливался в их доме. Они же тебе как сестры, а ты позволил ему умереть? Они были расстроены, потому что решили, что Иисус, наверное, неверно их понял или же проигнорировал их послание. А по факту, дело было не в проблемах с коммуникацией, а в плане. Вы еще со мной? Они думали, что проблема с коммуникацией. Может, ученики не передали сообщение или еще что-то. Но Иисус сказал, девушки, проблема не в этом. Я что-то чувствую. Вот что Иисус говорит этим женщинам. Я даже записал это, чтобы не забыть. Он говорит, есть причина, почему я ждал четыре дня после его смерти. Если бы я пришел тогда, когда вы меня просили, то вы бы увидели меня таким, каким всегда знали меня, целителем. Вы знали меня как целителя. Вы позвали меня, потому что знали, что я целитель. И если я приду, то исцелю его. Но я допустил нечто негативное, чтобы вы увидели во мне то, что вы еще никогда не видели. Иными словами, вы всегда знали меня как целителя, и только так. Мы постоянно говорили об исцелениях, и вы видели, как я исцеляю. Но вы еще никогда не видели, чтобы я воскресил кого-то. Я хотел, чтобы вы увидели меня таким, каким вы меня еще никогда не видели. Поэтому давайте-ка пойдем на кладбище. В сцене на кладбище забавно то, что все, что могло пойти не так, пошло не так. Во-первых, тело Лазаря гнило в гробнице. Во-вторых, тело уже воняло. В-третьих, вход завален большим камнем. В-четвертых, тело замотано. В-пятых, я верю, что душа и дух покидают тело в момент смерти и отправляются в ад. Если человек был праведником, то они в сопровождении двух ангелов идут в рай или на третье небо. И как только дух и душа покидают тело, тело не задерживается на земле надолго. Во времена Иисуса было раввинское учение, не библейское, а раввинское. Они верили, что когда человек умирал, то его душа бродила по земле три дня. Я бы этого не хотел, потому что дух и душа слышат, что говорят люди. Если люди скорбят по вам, то как вам смотреть на все это? А что если люди начинают делить то, что вам принадлежало? Вы знаете, что я говорю правду. Когда мама или папа умирает, то появляются дети, которых раньше не было, и начинают делить имущество. Верно? Итак, они верили, что на четвертый день дух отправлялся в вечность и больше не мог вернуться. Иисус не пришел на третий день, чтобы никто не сказал, что ему просто повезло, потому что дух Лазаря и так был в гробнице. В этом нет ничего особенного, но когда он пришел на четвертый день, то все фарисеи и саддукеи, они не верили в воскресенье. Все фарисеи, раввины и первосвященники говорили так. Что он сделал? Вот вам и четвертый день. Это тут же запутало тех религиозных людей. Они же всю жизнь учили, что после третьего дня не может быть никакого воскресения. Никакого воскресения после третьего дня. Если Иисус что-то и может сделать, то лишь оживить тело. Я просто кривляюсь сейчас, вы понимаете, да? То есть Иисус пошатнул их теологию и доказал, что Он Сын Божий, потому что только Божий Сын мог воскресить кого-то на четвертый день. Вот мы и добрались до той части, о которой я хотел поговорить. И скоро я расскажу, как применить все это на практике. Итак, Иисус говорит им, «Он умер, и я рад, потому что вы никогда не видели, как я совершаю величайшее чудо в мире». Да, я Бог воплоти. Но сейчас я совершу чудо, которое никто не видел за всю историю мира. Иона был мертв в три дня. Разве он был мертв? Да. Ладно, давайте не будем цеплять эту тему. Если вам интересно, то прочтите мою книгу об Ионе, который опустился в недра Земли и так далее. Как видите, я уже отвлекся. А я лишь хотел сказать, что еще никто и никогда не воскрешал никого на четвертый день. Это считалось невозможным в раввинском иудаизме, поэтому воскресение человека на четвертый день был величайшим чудом за все служение Иисусу, и многие поверили в Него. Иисус хотел показать им, своим друзьям, то, что они в Нем еще никогда не видели. Иисус хотел, чтобы ситуация была абсолютно невозможной, чтобы они поняли, в жизни будут какие-то вещи, которые невозможны для людей, но для Бога нет ничего невозможного. Вот что Он желает донести до вас. Когда Иисус начал разбираться с кризисом, а для Марии и Марфы это был именно кризис, вы молились, и ничего не произошло. Вы просили Бога об исцелении, и ничего не произошло. Вы просили Бога о финансовом прорыве, но ничего не произошло. Давид 19 раз сказал, «Сколько еще, Господи!» 53 раза люди в Библии говорили, «Сколько еще, Господи!» Иными словами, люди просили Бога о чем-то, а это так и не произошло. И вы, мои слушатели и зрители, должны кое-что понять. Кто-то из вас знает Иисуса как Спасителя, но вы не знаете Его как Господа, потому что не желаете следовать за Ним. Спаситель — это как страховка от ада, а Господь означает, что Он ваш, а вы Его. И вы делаете то, что Он вам говорит. Кто-то из вас никогда не знал, что Он целитель, потому что ваша церковь или деноминация не учат об этом. Вам нужно обратиться к Библии и узнать Его как целителя. Может, однажды вам это пригодится? Вам нужно понять, что Он избавитель. Люди могут быть спасены, но при этом оставаться в узах. Это факт. Но вы должны познать истину настолько, чтобы она сделала вас свободными. Изучите Библию в вопросе свободы, чтобы иметь свободу от зависимостей. А еще многие люди никогда не слышали или не понимали, что Иисус — Креститель во Святой Дух. Иисус — Креститель во Святой Дух. Но если вы не будете изучать эту тему, то так и не узнаете этого. Иногда Бог приводит вашу жизнь людей. Однажды, вот я помню, застрял в аэропорту, и ко мне подошел какой-то человек и сказал, «Это вы написали книгу о Святом Духе?» «Да». «Я хочу поговорить с вами об этом». Он пытался поспорить со мной, но спустя полчаса он сказал, «Мне нужно лучше изучить эту тему». А все потому, что он не знал слова. Если вы никогда не знали, что Бог заботится о ваших финансах, тогда послушайте это. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам, Бог, открыл это духом своим. Иногда мы наблюдаем некоторые задержки в работе Бога, но это потому, что он хочет сделать это иначе. А иногда он ждет, чтобы ситуация стала сложнее, чтобы вы поняли, что он Бог невозможного. Поэтому в любом случае продолжайте держаться за Бога. Вам может казаться, что он опаздывает на четыре дня, но на самом деле он всегда приходит вовремя. Всегда. Спасибо за внимание. Наша тургруппа отправляется в Иерусалим, а вас ждет наше специальное предложение. Обязательно закажите эти материалы, потому что только так мы можем оплачивать эфирное время. Помогите нам оставаться в эфире. Увидимся через минуту. Тут жарко, но тут лучше, чем где-либо. Отзовитесь и скажите «да». И так всегда. Так всегда. Я хочу, чтобы вы увидели мое самое востребованное и популярное учение за все время. Откровение о Вознесении. Вы получите концентрат из 1400 часов подробных исследований на тему Вознесения. Этот набор из пяти дивидий, на которых находятся десять часов учений, откроет вам эту тайну. Мы углубимся в оба завета и будем исследовать еврейские и греческие слова, рассмотрим загадочные пророческие шаблоны и древние еврейские обычаи, раввинистические откровения, труды ранней церкви. Все для того, чтобы представить подробное объяснение пришествия Господа. Первый дивидий называется «Вознесение. Откровение для апостола Павла». Узнайте, как Бог дал это откровение Павлу на горе Синай в Аравии. Вы узнаете восемь разных событий, которые произойдут во времена Вознесения. Я объясню восемь греческих слов из Нового Завета, которые описывают возвращение Христа. Второй дивидий «Пророческое время Вознесения». Приведу вам восемь примеров того, как праведные спасутся от гнева и дам подсказки, указывающие на возвращение Христа до скорби. Узнайте, как книги Откровения, 24 старца, книга с семью печатями и другие образы указывают на возвращение до скорби. Я также отвечу на множество спорных вопросов о времени возвращения Христа. Третий дивидий посвящен теме Вознесения, праздников Израиля и циклов урожая. Узнайте, как семь праздников Израиля скрывают удивительную пророческую информацию о Вознесении. Тайна Шафара, ежегодные циклы сбора урожая в Израиле раскрывают принцип Вознесения. Узнайте о девяти событиях, которые вы переживете во время возвращения Христа. Четвертый дивидий Вознесение и загадочная книга памяти. Я покажу вам из Малахии третьей главы, что ключ к Вознесению — это ваше имя в книге памяти. Вы увидите, чем победитель отличается от проигравшего в контексте возвращения Христа за церковью. Вы увидите, как праздник труп связан с книгой памяти и как Вознесение создавалось в качестве особого благословения для верующего. Но это не все. У нас есть пятый дивидий «Еврейская свадьба». Мы собрали 100 актеров, взяли костюмы и реквизит. Они не только покажут еврейскую свадьбу, но и раскроют 14 ключей к тому, как еврейская свадьба указывает на возвращение Христа до скорби. Вы можете получить этот сборник из пяти дисков за пожертвование в 65 долларов или больше. Звоните нам по номеру, который видите на экране, и просите предложение RA137 или ищите его на нашем сайте. Вы также можете заказать его по почте, написав нам по адресу, который видите на экране. Вы многое узнаете, поэтому не откладывайте на потом, заказывайте DVD сейчас. С вами Пэри Стоун, спасибо за то, что смотрите нас. Многие из вас знают, что я уходил в небольшой отпуск, но я рад записывать концовки наших программ. Вначале я хотел бы поблагодарить всех тех, кто посреди пандемии коронавируса поддерживал служение «Голос евангелизма». Я начал это служение, когда мне было 18 лет. С 18 лет я нахожусь в служении полного времени. Это 45 лет в служении. И все это время я садился в машину или в небольшой коммерческий самолет и ездил по всей Америке, проповедуя в церквях. Чаще всего я проповедовал на Востоке или Юго-Востоке. Я проповедовал сотням тысяч людей, может, даже миллионам. Вот сколько людей мы охватили за 45 лет. А еще у нас есть телепрограмма. Я благодарен христианским телеканалам, благодаря которым я проповедовал во многих странах мира, в которых я никогда не мог бы побывать лично. Спасибо всем тем, кто продолжает смотреть нашу программу. Я хочу, чтобы вы знали, что сейчас мы готовим... Мне нравится говорить именно «мы», а не «я». Я уже готовлю проповеди для нашего тура в Израиль и для программ, которые мы записываем там каждый год. Проповеди, которые Господь дает мне в этом году, сильнее и откровеннее, чем когда-либо. Я очень этому рад. Когда вы можете сесть и освободить свой разум от всех забот, суеты, мнения людей, а потом соединиться с Господом, это просто удивительно. Вы получаете четкие, ясные откровения в своем духе. Поэтому я благодарен Богу, Господу, Иисусу Христу и Духу Святому за то, что они дали мне быть служителем Слова. Я также благодарю всех тех, кто поддерживает наше служение своими молитвами. Если вы партнер нашего служения, то, пожалуйста, обратите внимание на сентябрьский номер нашего журнала, а особенно на статью о ситуации в моей жизни. Я хочу напомнить, что у нас в Фейсбуке есть своя страничка. Также не забывайте подписываться на наш Ютуб-канал. Каждую неделю мы выпускаем очень важное видео, обычно о пророчествах. Обычно такое видео одно. Это всегда интересно и познавательно. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу работу на благо Царства Божьего. Я благословляю вас, будьте благословенны. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин